здравствуйте мои прекрасные зрители приветствую вас на своем канале сегодня одна из любимейших рубрик которые с которой я начала с которой я набрала свою аудиторию за что большое спасибо всем кто через эти видео ко мне пришел на канал и подписался сегодня рубрика лайфхаков хотела как и будут по хозяйству конечно же и эти лайфхаки будут относительно нашей красоты на самом деле все эти лайфхаки сегодня я и применила именно поэтому это видео решила записать и так сегодня я начала убирать уже потихонечку потихонечку верхнюю одежду зимнюю я обнаружила две вещи первая вещь который я обнаружила и поняла что я очень не люблю вещи из ангоры потому что они оставляют какое-то немыслимое количество ворса и я обнаружила на своих темно-синих пальто ворс белого цвета просто потому что я один раз всего лишь один раз надела свитер из ангоры я могу вам сказать что есть потрясающий лайфхак конечно же многие знают что есть специальные роллеры которые собирают подобные ворсинки с темной одежды либо наоборот темные ворсинки со светлой одежды для меня сейчас очень актуально я стал обладательницей также белого пальто на котором на котором очень сильно видно любой темный ворс но вот такой лайфхак я узнала в магазине как бы странно это не звучало в магазине эрмес однажды я покупала вот такой поднос он сделан из фетра и я спросила как же протирать пыль внутри этого подноса потому что если он кожаный понятно можно сделать что называется влажную уборку что же делать если если речь идет вот о таком фетре и мне подсказали продавщицы того магазина где я покупала что можно намотать на руку самый обычный скотч и таким образом очистить от пыли внутренние внутренней поверхности изделия что вы думаете этот лайфхак настолько прижился в моей жизни потому что как будто не было скотч обладает гораздо большей липкостью плюс скотч это то что мы как правило имеем по крайней мере я человек имеет всегда под рукой я слышала много интернет-шопинга раньше делала пересылки скотч всегда был у меня в доме скотч стоит гораздо меньше чем специальный роллер для чистки но самое главное что скотч повторюсь обладает большей липкостью вы можете выбрать для себя любую технику намотать на руку как делаю я как меня научили вы можете просто сделать какой-то хаотичный шар из скотча и таким образом собирать ворс вы увидите насколько это быстрее и самое главное насколько это эффективнее и вы можете просто приклеивать полоски это делать удобно прежде всего в районе ворота где действительно бывает трудно подобраться нужно очень плотно по краю изделия либо в районе ворота либо в районе рукавов приклеить скотч и потом резко наподобие черетты мы это называем здесь на итальянском наподобие получается шугаринга наверное так наподобие восковой депиляции резко убрать скотч и вы увидите это очень и очень эффективный способ почистить вашу одежду я таким образом очищаю одежду в течение сезона очищаю также одежду когда убираю и безусловно когда надеваю одежду на себя я прохожу с роллером это гораздо удобнее он конечно же у меня есть но если речь идет о вот такой генеральной что называется подготовки одежды к носке либо наоборот тому чтобы убрать ее на сезон скотч и вам искренне рекомендую что еще я использовала сегодня ногти сразу хочу сказать что вы увидите много греха в том что касается моего маникюра но здесь видео которое я записывала точнее кусочки они не шли речь не шла о маникюре решила именно таких лайфхаках я недавно пила дифирамбы лаку который я купила но я обнаружила что со временем этот лак у меня в общем-то на следующий день даже трескается и на кончиках прежде всего указательных пальцев получаются вот такие белые полоски очень неаккуратны но я думаю все понимают кто красит ноги самым обычным лаком о чем я говорю и я подумала почему же раньше такого не происходило сейчас происходит все очень просто первый раз я нанесла свой лак который очень очень всем рекомендовал это самый обычный лак который можно купить везде и я здесь считаю что наверное и в том что касается красного лака они обычно очень хорошо пигментированы прекрасно ложатся не имеет вообще никакого значения как какого производителя именно красный лак так вот я поняла что я впервые его нанесла после того как я спиливала гель-лак я сделал так называемый опил у меня не было времени наносить снова гель-лак сушить его под лампой я нанесла самый обычный лак который купила и удержался у меня очень долго у меня скорее отрастало пространство рядом с кутикулой чем трескался лак и я поняла что все дело как раз таки вот в таком легком опиле у меня есть специальные брусочки которые я использую потому что у меня есть также гель-лака и окончательный опил легкий опил я делаю такими брусочками но если я обрабатывал поверхность ногтя таким брусочком и потом наношу самый обычный лак он прекрасно прекрасно держится я показываю вам свои ноги там есть еще остатки красного лака точнее красного гель-лака поэтому не являетесь в таком состоянии находится и сразу могу сказать что я рекомендую делать такой опил до того как вы сняли ваш лак любой гель-лак либо просто лак и только потом пройтись ацетоном таким образом вы уберете уберете всю пыль которую вы напилите опилите на свои же собственные ногти вам не придется делать это два раза потому что привычнее подумать что сначала снимается лак потом делается опил и потом еще раз очищается ногтевая пластина нет смысла делать два раза очищение ацетона вы можете спилить опилить это можно сделать самой обычной пилочкой мелкозерновой вы можете попробовать этот лайфхак обычно все современные пилки содержит на обеих своих сторонах более зернистую поверхность либо не менее зернистую поверхность вам подойдет менее зернистая поверхность прямо-таки по кончику ногти пройдитесь и наносите лак и следующий мой лайфхак связан как раз таки с нанесением лака раньше у меня лак постоянно растекался затекал и возможно сейчас на видео вы тоже видите какие-то огрехи я еще не смотрела что это мы сняла на монтаже увижу могу сказать что мне было очень удобно снимать саму себя потому что перед лицом у меня телефон штатив и так далее но если я крашу ногти самым обычным способом как это делает женщина любая могу сказать что этот лайфхак очень очень рабочий обратите внимание что когда вы вынимаете кисточку с одной стороны кисточка должна быть абсолютно без лака потому что таким образом лак не будет растекаться лак не будет затекать его не будет излишнее количество та сторона которая содержит каплю лака то есть который вы лак не убрали по краю бутылочки именно этой поверхностью кисточки вы красите если у вас лак светлый обратите внимание на то чтобы не оставались полоски необходимо держать кисточку прямо таки параллельно ногтю не перпендикулярно параллельно чем больше ложится кисточка на ноготь тем меньше полосок у вас остается и тем ровнее ложится ложится лак в общем-то лайфхак очень простой немножко тренировки вы увидите что если раньше вы таким образом кисточку не очищали с одной стороны то теперь ваш маникюр будет гораздо быстрее гораздо красивее и гораздо легче в исполнении обмылки следующий мой следующий лайфхак тоже я бы сегодня применяла связано с обмылками у меня дети моют руки мыло кусковым я много раз рассказывал что это связано с двумя причинами первая причина таким образом они гораздо лучше моют руки пенят гораздо лучше мыло потому что когда мыло жидкое оно в общем-то выдавливается детьми на руки тут же смывается а кусковым мылом они действительно на мой взгляд моют руки более более тщательно ну и также я предпочитаю растительное мыло безусловно есть и жидкое растительное мыло но кусковое мыло его просто очень просто купить самом обычном супермаркете поэтому у нас везде кусковое мыло остается конечно же обмылки что я делаю я также как и любая хозяйка периодически сталкиваюсь с пятнами допустим жирными пятнами с какими-то загрязнениями на детских брюках на коленях допустим с рубашками мужа ворот либо манжеты либо мои рубашки все это нужно более тщательно отстирать все это нужно замачивать как правило так вот я приноровилась делать так называемое частичное замачивание я беру в самый обычный пульверизатор я много раз рассказывала что я очень люблю пульверизаторы всегда их оставляю не выбрасываю иногда мне подруги даже приносят я о них прошу а я туда кладу все обылки которые есть наливаю большое количество воды все это хорошо сбалтываю в течение двух-трех дней все это настаивается много раз сбалтываю и когда мне приходит время приходит приходит момент стирать загрязненные вещи я их больше не замачиваю я просто очень обильно распрыскиваю эту мыльную воду она даже будет не мыльная вода не мыльная это даже быть не мыльная вода это будет какая-то склизкая масса у вас вы хотите она не будет выпрыскиваться и таким образом оставляю допустим на ночь оставляю на полдня и поверьте мне это позволяет мне во-первых не надевать перчатки не позволяет мне не застирывать в моменте не тереть ничего ну повторюсь речь о каких-то таких загрязнениях более интенсивных но все-таки достаточно легких для того чтобы они стирались без мое участия а механического части а значит дать религия времени на в машинке могу сказать что то очень удобно и распрыскало все это полежала полдня полночи и либо целую ночь и потом просто из этого отправляется все это прощается 2 9 машинки благополучно стирается следующий вариант как связан с перекись водорода для лица я обнаружила что перейдите я надо делиться помимо того что думаю это очень хорошо влияет на состояние кожи лица но здесь кому-то подоедком она намерить Перекиси водорода примерно с пятого раза очень хорошо обесцвечивает все нежелательные волосы на нашем лице. На самом деле, этот лайфхак можно применять также для вот этой части руки, потому что очень часто у нас здесь имеется так называемый кушок, и чтобы его сделать еще более незаметным, но самое главное, волосы от перекиси водорода действительно очень сильно истончаются. И однажды, я помню, в зале моего канала, мне был задан вопрос, что делаете, может быть, у вас есть лайфхак с нежелательными волосами, насколько я поняла, вот здесь, в этой части, на лице. Пожалуйста, вы можете использовать перекиси водорода, пять раз будет достаточно в течение, допустим, недели вы нанесли, чтобы волосы стали гораздо-гораздо менее заметными. Следующий мой лайфхак связан с тушами. У меня на данный момент две мои любимые туши. У меня, у меня был опять же задан вопрос, я не успела на него ответить. Тушь L'Oréal называется Unlimited. Вы ее легко узнаете, потому что у нее вот у единственной, таким образом, скошенной, а точнее, нагибается ручка. А другая тушь, это Maybelline Chile Sensional, это, получается, какие-то сенсационные ресницы. Поэтому вот такую розовую упаковку я искренне рекомендую. Но хочу вам сказать два лайфхака с тушью. Первый лайфхак связан, конечно же, с зубной пастой. Многие его помнят. И сразу могу сказать, что потом я поняла, что не у всех этот лайфхак сработал, по той простой причине, что этот лайфхак подходит только для неводостойких туш. То есть, если у вас самая обычная тушь, недорогая, то вы можете с самой обычной, внимание, зубной пастой, не бойтесь, по буквально с горошину выдавите вот сюда на ладонь, соберите вот таким образом с кисточкой и аккуратно-аккуратно винтите, получается, эту зубную пасту в тюбик. Я не знаю, как этот лайфхак работает, что за химическая реакция происходит, но это очень эффективный способ разбавлять тушь водой, если она самая обычная, не водостойкая. Тушь как будто бы перестает сохнуть, тушь становится снова легка в нанесении, очень-очень хорошо ложится. А второй лайфхак, который я заявила на данный момент, захотела сказать, забыла, нет, я вспомнила. Второй лайфхак связан с тем, чтобы очень и очень легко, буквально по касательной, накрасить брови. Я этот лайфхак тоже озвучивала и тоже показывала. Он заключается в том, чтобы, вот таким образом очистив очень хорошо кисточку, буквально по касательной, не давя сильно на бровь, значит, вы прорисуете вам этой кистью себе брови. Нет, просто вот по верхним волоскам пройтись. Что вы получите? Вы получите более яркие брови, но при этом вы не придадите, не будете корректировать форму. Вы знаете, это очень красиво смотрится. Мне этот эффект очень-очень нравится. Сейчас я его показывать не буду, где-то есть видео на канале, но в любом случае, на словах я более чем объяснила. Если вы хотите попробовать, попробуйте, допустим, перед тем, как смывать ваш макияж, самый обычный, таким образом нарисовать вам ресницы. Вы получите так называемые, не ресницы, точнее, а брови. Вы получите так называемые саболинные брови. Вот так, буквально, буквально, показательно прошлись. Несколько волосков у вас окрасится. Вы увидите, что очень красивый эффект. Он понравится, я думаю, прежде всего, обладательницам, тех, у кого волоски в брови достаточно короткие. Ну что ж, вот такие мои лайфхаки до сегодня. На этом с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего настроения, хорошего дня. Это была Яна Скорцова. Всем пока-пока.